Друзья, привет! На моём канале уже очень много видео, в том числе и подборок с инструментами и электроникой из Китая. Чтобы не повторяться из года в год, я сделал отдельный плейлист с этими видео, ссылочку на который вы найдёте в описании. Ну а сегодня я покажу вам то, что я прикупил для следующего проекта. Один классный станочек и оснастку к токарному. Поехали! А начнём мы с небольшого набора для постройки ЧПУ. Его я собирал по разным магазинам, так как искал цену дешевле. Вообще в мыслях построить токарный станок с ЧПУ на базе своего самодельного. Так что проект с токарным по дереву будет продолжен. Для этого я приобрёл мощные рельсовые направляющие. 20-й для продольного перемещения и 15-й для поперечного. Также пару ходовых винтов с безлюфтовыми гайками. Гибкий кабель-каналы, шаговые моторы и прочую мелочь. Ссылки на всё это будут в описании. А мы продолжаем. Следующий вот такой малыш. Это станок для заточки свёрл. Стоит он недёшево, но кто-то за эти деньги покупает себе игровые кресла для компьютера или диски для автомобиля. А я переборов свою, как говорится, жабу, приобрёл его. Много рассказывать про него не буду, а покажу, как он работает. Испытывать будем на китайском сверле из быстрой реза. Срежем часть сверла и сымитируем, так сказать, поломку. Далее подбираем к нему цангу и зажимаем в держателе. При помощи этого шаблона устанавливается вылет сверла и наклон. Вот так всё это дело выглядит. Ну а дальше без перемотки и склейки, как говорится, в реальном времени. Одна сторона готова, переворачиваем. Банна заточена и последний штришок. Ну и в итоге, вот что у нас получилось. Установим его на сверлильный и попробуем сделать отверстие в двадцатом квадрате. Устанавливаем 500 оборотов, смазываем и поехали. Как мы видим, стружка идёт двойная. А значит, обе режущие кромки получились абсолютно одинаковыми. На станке можно также выставлять угол заточки режущей кромки и толщину перемычки. Ну а сердцем этого станочка является алмазный диск. На нём установлены лопасти для удаления пыли. Такие диски есть в продаже там же в Китае, так что это не проблема. За всё время, которое он у меня, недостатков в нём я не обнаружил. Хотя точил я на нём очень много. Не радует только его стоимость. Но если хотите дешевле, могу посоветовать вот такой простой станок с обычным камнем. Он проработал уже больше двух лет и до сих пор в хорошем состоянии. Но он не срезает перемычки. Ссылочку на него также найдёте в описании. У меня многие спрашивают, какими резцами я пользуюсь при обработке на токарном станке. Резцы у меня самые обыкновенные с хвостовиком 12 мм. Те же самые, как и на советских школьниках. Покупал их набором в Китае. Ходовые резцы сразу подрезал, чтобы установить их все в резцедержку. И не терять потом лишнего времени. А вот отдельного внимания заслужат пластинки. И начнём мы с проблемы, которая встречается на всех хоббийных станках. Это отрезание заготовок. Поначалу, наверное, как и все, я использовал вот такие пластины. Но они плохо работают на подобных станках. Давайте её установим, и я покажу наглядно. Вот так работают эти пластины. Я считаю, это не работа, я бы назвал это даже скоблением. Для решения этой проблемы я открыл для себя вот такие пластины. Край у них очень острый. И можно буквально порезаться. Теперь проведём тест на них. Условия те же. Я думаю, тут комментарии не нужны. Выбор очевиден. Следующие пластины для обработки цветных металлов. Благодаря острым краям и зеркальной поверхности, обработка алюминия получается чистой, и металл не прилипает к пластине. Для теста обработаем заготовку D16T. Вот такая поверхность в итоге получается. Результат можно ещё улучшить, если использовать алмазную пластину. У меня она повидала многое, и даже есть небольшой скол. Но работает она по-прежнему хорошо. Переустановил заготовку и обработал ей. Теперь наглядно видно, какое качество поверхности она оставляет, по сравнению с предыдущей. И последний резец, который я для себя открыл. Он вот такой формы. Его я использую постоянно, и обычный проходной теперь по большому счёту не используется. Ну, во-первых, мне очень нравится, как работает его пластины. После обработки стали поверхность, на мой взгляд, выглядит шикарно. Вторая причина – это обработка тонких прутков с поддержкой вращающего центра. Обычный проходной способен проточить минимальный размер 6,5 мм. Дальше он будет задевать сам центр. Этим же резцом я могу проточить пруток до 3,5 мм. Ну, а на этом, как говорится, у меня всё. Надеюсь, это видео было для кого-то полезным. Все ссылочки на товары, а также плейлист с товарами из Китая найдёте в описании под этим видео. А с вами был, как всегда, я, Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok